Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим сегодня о многогранности жизни. Многие люди думают о том, что существует вот только этот физический материальный план, который они могут видеть, созерцать, наблюдать, наслаждаться, или же наоборот, ненавидеть, возмущаться и так далее. Но так ли это на самом деле? Изучая жизнь этой планеты, могу сказать вам с полной ответственностью, жизнь на планете очень многогранна. Каждая ваша мысль, каждая ваша эмоция, каждое ваше чувство создаёт проявленную форму жизни. Ведь вы творцы и создатели, и созданы по его образу и подобию, а значит, ваши мысли, ваши эмоции тоже создают проявленные формы жизни. Можно сказать так, творец, наделяя вас своими способностями и возможностями, даровал вам ваши руки создавать, творить мир и пространство. Но, оказывается, эту способность и возможность имеете не только вы. Есть ещё другие инопланетные цивилизации, существа, которые также присутствуют на этой планете в разных состояниях жизни этой планеты, о которых мы тоже сегодня поговорим. И они также имеют возможность и способность творческой энергии, творческой силы. Что же получается? А выходит вот что, друзья. Как вы, творцы-создатели мира сего, создаёте реальность на физическом, материальном плане, на эфирном плане, плазменном, эфирном плане, на ментальном плане и энергетическом, высоких энергетических вибрациях состояния жизни, так и эти существа также имеют возможности и способности создавать разные формы жизни. Если бы вы сейчас могли заглянуть в эфирный план жизни, который присутствует прямо среди вас, здесь, рядышком с вами, вы называете это параллельным измерением, вы бы могли увидеть огромное количество разных форм жизни. И даже многих вы, наверное, и даже не узнали бы, потому что для того, чтобы понять ту или другую форму жизни, нужно иметь сначала о ней информацию. Только тогда ты можешь её воспринимать и понимать, эту форму жизни и это состояние. Но так как человечество, к большому моему сожалению, не особо развито на этой планете, многие люди и не верят в это, да и не особо об этом задумываются, и остаются, кстати, очень ограниченными в понимании жизни здесь, на этой планете. Итак, друзья мои, жизнь многомерна и многогранна. Она находится в разных состояниях. Она находится в высокоэнергетическом состоянии, где пребывает высший духовный план и существа высокоразвитые, владеющие огромными возможностями и способностями творения, проявления жизни. Она имеет ментальный план, созвучный и входящий в состав эфирного плана. и она проявляется на физическом плане. Существует на этой планете 7 измерений. Каждое измерение имеет 7 состояний. Каждое состояние имеет огромное количество ячеек, кластеров, состояние, где хранится и проявляется, и проявлена та или другая информация и энергия, проявленная в виде форм жизни и состояний жизни. Поэтому, друзья, мир, в котором вы живёте, который вы видите в зеркало и вокруг себя, это только одна толика, одна капля всей той красоты, которая присутствует здесь. Но оказывается, в связи с тем, что человечество как никогда сейчас агрессивно, существует и тот страшный мир, который тоже создан агрессивными людьми. Вы называете его тяжёлым астралом или какими-то другими выражениями. Да, это мир, где страх проявлен в форме своей. Он создаёт формы, он создаёт образы, он создаёт проявленное состояние. Это мир ужаса. И вы знаете, сейчас планета находится в очень серьёзном, сжатом, подавленном состоянии этого страха. Но это будет недолго, друзья мои. Скоро это время закончится, так как на планету поступают высокие вибрации, высоких чистых энергий, создающих прекрасные, красивые, совершенные проявления жизни на этой планете. Когда вы спите, вы можете наблюдать в процессе своего сна другие разные реальности. Вы называете это сном, но на самом деле вы попадаете в ячеечные состояния реальностей, созданных вами и другими людьми, которые живут рядом с вами. Многие люди увлекаются сейчас астральными полётами для того, чтобы найти подтверждение сегодня мною сказанного. И они действительно видят другие миры, другие состояния жизни, другие реальности, которые действительно реальны, друзья мои. Ведь реальным является именно то, что вы считаете реальностью. И чем больше вы расширяете своё сознание, учитесь, развиваетесь, тем шире и красочнее вы видите этот мир и создаёте тонкий план этой жизни. А тонкий план жизни, тонкие формы, эфирные, ментальные проекции жизни, они обязательно воплощаются и становятся проявленными на вашем физическом плане жизни. Вот вам ответ на вопрос, почему оптимисты всегда живут лучше, нежели пессимисты. Потому что они своими мыслями, своими чувствами, своими желаниями создают в тонком состоянии жизни прекрасное. И затем это прекрасное проявляется в их земной, физической, материальной жизни. Друзья мои, развивайтесь! В этом залог успеха, процветания вашего счастья на этой планете. Именно развитие, даруя вам знания и новое понимание о жизни и о себе, как о Творце-Создателе на этом земном плане, откроет вам и привнесёт вам лучшую прекрасную жизнь на Земле. Но не только на Земле, в других измерениях и состояниях. Ведь оказывается, вы проявлены не только здесь, на физическом плане, вы проявлены на эфирном плане, на ментальном и на высокоэнергетическом плане, который вы называете духовным. Счастья вам в ваших исследованиях, развитии и познании себя! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!